Славянский район – один из немногих, на территории которого сохранен и работает муниципальный детский лагерь для летнего отдыха «Ровесник». В этом году в нем отдохнут и оздоровятся около 400 славянских ребят. Сейчас в лагере проходит военно-патриотическая православная смена «Духовные истоки Кубани». О том, как отдыхают ребята, чему учатся у своих наставников и с какими впечатлениями будут возвращаться домой, узнали наши корреспонденты. Каждый день в детском лагере «Ровесник» расписан буквально по минутам. Подъем в 7 утра, затем водные процедуры, зарядка и завтрак. Ну а после начинаются всевозможные тематические мероприятия. В военно-патриотической смене они, конечно же, посвящены патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Не зря эта смена называется «Кордон». И главная цель – это все-таки духовные истоки Кубани. И вот мы пытаемся в эту смену больше рассказывать нашим детям о нашей Кубани, о нашей военно-патриотической работе и прививать нашим детям любовь к Кубани и, честно говоря, небольшая подготовка к армии ребят. В день, когда мы приехали в лагерь, у ребят были соревнования по военным дисциплинам – стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата. «Неполная разборка-сборка автомата. Приступить!» С ребятами занимаются офицеры запаса. У многих за плечами не один год службы в армии. Приобретенные знания и опыт они передают подрастающему поколению. Лётчик в отставке Олег Замурьев продемонстрировал детям возможности настоящего парашюта. «Данное устройство называется армейский парашют Д-6 серии 4. Это парашют, который применяется во всех войсках и основные наши любимые войска, всеми уважаемые войска ВДВ. Сейчас введение новых парашютов идет, конечно, с инновацией, но этот парашют пока остается актуальным и на нем войска прыгают и массово, и в единичном порядке. Вот. Площадь купола такого парашюта 80 квадратных метров. Сейчас вы увидите это воочию». Ребята могли не только увидеть парашют, но и попробовать себя в роли десантника. Одним из первых парашютную систему примерил Сергей Мигаль. «Давай!» «Давай, давай, давай, давай!» «Не, я просто держал его». «Мне очень понравилось. Это очень экстремально. Ну, ощущения это хорошие. Хотелось бы по-настоящему спрыгать с парашюта. Это особенно хорошо, когда он раскрывается и так он большой надувается. А так все хорошо. Мне нравится». «Так же, а было тяжело бежать?» «Да, он так вот, все не тяжелый. И что там одному человеку очень сложно бежать. Вот и нас подстраховывали». В военно-патриотической смене участвуют, как правило, учащиеся кадетских и казачьих классов. Многие неоднократно здесь отдыхали. Учащийся 29-й школу Станицы Петровской командир 1-го отряда Владимир Мурашко в ровеснике был уже 7 раз. И впечатления только положительные. «В этой смене нас учат разбирать автоматы, собирать автоматы. Учат парашют, с парашютом бегали. Разряжаем, заряжаем магазины, дисциплине учат. Впечатления от лагеря хорошие. Я тут уже бывал много раз. Приезжаю сюда, мне все равно здесь все нравится». Военно-патриотическая смена продлится чуть более двух недель. За это время в лагере «Ровесник» отдохнут и наберутся сил перед новым учебным годом 90 ребят в возрасте от 9 до 14 лет. «Я вас приглашаю, заходите в комнату». Размещаются дети в удобных комнатах, у многих с видом на море. «Это наша комната, нас тут четверо. Это Лера, это Аня, это Ангелина. Мы все очень дружим. У нас дружная компания. Устроились мы очень хорошо». В свободное время дети играют, смотрят телевизор, проводят турниры по шахматам и настольному теннису, готовятся к творческим концертам, которые проходят каждый вечер. Что касается безопасности, то в лагере круглосуточно работает пост охрана и медицинский пункт. «Здесь мы проводим перевязки, осмотр, смазываем ссадины, порезы, что у нас бывает. Здесь сумка неотложка, с ней я езжу на пляж вместе с детьми. Здесь необходимые препараты и для перевязочных материалов. Затем здесь у нас наборы для оказания неотложной помощи. Все для неотложной помощи указываем. Здесь у нас необходимые медикаменты. Если вдруг температура, капли в ушки, глазные капли. То есть чисто симптоматически мы оказываем помощь». Если позволяет погода, дети дважды в день отправляются на море. Солнечные морские ванны они принимают на пляже «Оазис», куда их доставляет школьный автобус. Под песней речевки дорога проходит быстро. «Название отряда?» «Юные пограничники!» «Наш девиз!» «Один за всех и всех за одного, и граница важнее всего!» Вместе с ребятами на море едут сопровождающие, медицинские работники и спасатели. На пляже для детей отведено специальное место для купания. Настроение вообще хорошее, когда приезжаем на море. И вода тёплая, как бы всегда. Но иногда, конечно, бывают волны. А вот обычно, когда мы утром приезжаем, всё хорошо. Нет, когда дети даже могут научиться плавать. Вот много. Кто на спине научится плавать. Всех впечатлений много. Приезжаем в лагерь обратно. Всем всё рассказываем, как мы, какой отряд, что делал на море. Кто-то кого-то в русалочке делает. Так всё хорошо, воздух хороший. Можем отдыхать, загорать. На море дети находятся до полудня. Купаются, загорают, строят башни из песка. После возвращаются в лагерь, где их ждёт вкусный обед. Меню разнообразное. В день, когда мы снимали репортаж, ребят кормили супом с лапшой, гречневой кашей с рыбой и овощами на третье – компот. После обеда по расписанию лагеря – тихий час. После насыщенного дня дети должны отдохнуть и набраться сил. Ведь вечером их ждёт не менее насыщенная программа. Конкурсы, дискотеки, творческие вечера. В общем, скучать в ровеснике некогда. Так что те, кто здесь ещё не был, обязательно приезжайте. Добро пожаловать! Анна Монастыренко, Александр Костицын, Александра Тимовская. Программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует...